Питерский бизнесмен Ренат Бичурин все еще и лелеет мечту о метро в Барнауле, сообщает полиции Брум. Он вновь просит чиновников дать ему на это разрешение. С подобной просьбой обращался уже не раз в 2015 и 2016 годах. Бичурин считает, что существующие виды транспорта в краевой столице не справляются с перевозкой пассажиров. Причем метро-бизнесмен предлагает построить надземное. По его словам, затраты на строительство подобного будут в два раза меньше. По мнению барнаульских экспертов, идея строительства надземного метро в городе в данный момент неосуществима. Это объясняется как высокими затратами на проект, так и отсутствием необходимости в таком виде транспорта. Корреспонденты «Комсомольской правды» Барнаула решили посчитать, во сколько барнаульцам обойдется поездка на зимнюю универсиаду в Красноярск. Так вот, дешевле всего добраться туда на поезде. Билет в одну сторону с пересадкой составит 914 рублей. Во сколько обойдется проживание и экскурсии, читайте на страницах «Комсомолки». Властям «Наукограда» передали в собственность лыжероллерную трассу. В собственность муниципалитета перешли асфальтированные дорожки, обочины и опоры электроосвещения. Бийские депутаты сначала долго обсуждали, в каком трассе находится состояние, сколько придется потратить средств на ее ремонт, но узнав, что подарок безвозмездно сделал руководитель одной из компаний «Наукограда», решили принять трассу в казну, сообщает «Бийский рабочий». Семеро футболистов приняты в команду «Динамо Барнаул». Об этом пишут корреспонденты аргументов и фактов Алтай. Все они воспитанники отечественного футбола. Фамилии новичков узнаете со страницы здания, так же, как и имена тех, с кем клубу пришлось расстаться. Дневник «Блокадницы» публикуют на страницах московского комсомольца на Алтае. Александра Семеновна Бабинская в последнее время жила на Алтае. Дневник бабушки Саши решила опубликовать ее внучка, журналистка московского комсомольца на Алтае, Елена Мусолова. В дневнике о том, как Александра встретила в блокадном Ленинграде свой 22-й день рождения, о потерянных промтоварных карточках, о цинге, которую обнаружила на своих деснах, об огромном желании поесть конфет во времена, когда безумно вкусным кажется обычный хлеб. О мечтах и реальности тех дней читайте на страницах московского комсомольца. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...